В конце марта текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с СОБР МВД Абхазии задержали двух граждан России, один из которых находил товар, а другой вывозил за пределы республики крупную партию марихуаны. Продавали оптовыми партиями растительную отраву, туапсинец и сочинец со знанием дела, но вместо больших денег получили большие проблемы с законом. История до банальности проста. Устали трудиться и решили по-быстрому нажиться, продавая марихуану оптовыми партиями, так как легально заработок не отвечал их завышенным требованиям. Один занялся незаконным приобретением наркотического средства, а второй контрабандой марихуаны с территории Абхазии на территорию Российской Федерации с целью передачи травки третьим лицам для последующей реализации. Кищан Размик Багдасарович, имея умысел и осознавая противоправность своих действий, совершил преступление против общественной безопасности и здоровья населения, предусмотренное пунктом В, части 3, статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, как незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, совершенный в особо крупном размере. Пунктом В, части 3, статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, как незаконный вывоз из Республики Абхазия наркотических средств, совершенный в особо крупном размере. Частью 1, статьи 29, пунктом В, части 3, статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, как приготовление к незаконному приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Информацию о весьма специфическом бизнесе 48-летнего сочинца Размика Кищан сотрудники УКОН получили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Взяли его сразу, как только наркодилер получил партию травы и собрался вывезти ее за пределы Абхазии. Марихуану весом более 3,5 килограмм Кищан приобрел у жителя Туапсы Дмитрия Культуриди, который в этот период временно проживал в селе Нижняя Шера. Гражданин Кищан приобрел у гражданина Культуриди Дмитрия Андреевича в особо крупном размере с целью сбыта наркотическое средство «Каннабис» общей массой более 3 килограмм. Указанное наркотическое средство последний незаконно хранил и перевозил для удобства сокрытия перемещения и перевозки через зону таможенного контроля КПП «ПСОУ», спрятав под правым и под левым передним колесами в подкрыльниках, а также в обивке заднего сидения, принадлежащего ему транспортного средства. При личном досмотре Дмитрия Культуриди правоохранители обнаружили марихуану общим весом более 2 килограмм. Туапсинец приобрел и хранил растительный наркотик для дальнейшего сбыта Размику Кищан, приезда которого он в тот день ожидал. Несмотря на неопровержимые доказательства совершенного преступления и первичные показания, в которых Размик Кищан подробно рассказал об обтовом закупе и дальнейшей продаже марихуаны, виновным в совершении преступления он себя не признает. Такой же тактики уйти от ответственности придерживается и Дмитрий Культуриди. Действия Культуриди Дмитрия квалифицируются по пункту В, части 3, статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, как сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере. Кроме того, Культуриди, имея умысл на незаконные приобретения, хранения с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере, незаконно приобрел с целью последующего сбыта гражданину Кищан два полиэтиленовых пакета и три заизолированных свертка с наркотическим средством каннабис общим весом более 2 килограмм. По Уголовному кодексу Абхазии за сбыт особо крупной партии наркотика, хоть и растительного, Размику Кищан и Дмитрию Культуриди грозит вплоть до пожизненного срока. Они оба обвиняются в совершении сразу нескольких особо тяжких преступлений. Процесс по делу Размика Кищан уже слушается в Гагрском районном суде. Уголовное дело с обвинительным заключением Дмитрия Культуриди передано в суд Гулрыбского района.